МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О царской семье саровчане обсудили жизнь правления Николая II с известным историком. Кто, если не мы, в Центре культуры и дособы прошла церемония награждения детского фестиваля. Пару шагов до чемпионства хоккейный клуб «Саровинвест» одержал победу в последнем полуфинальном матче. Далее расскажем обо всем подробно. Прошедшая неделя для сотрудников полиции выдалась относительно спокойной. Основным видом преступления вновь стали грабежи и мошенничества. В одной школе города у юной саровчанки украли из портфеля около 3 тысяч рублей. При этом мобильный телефон и другие ценные вещи остались на месте. А вот жительница постарше добровольно отдала в руки мошенников более 40 тысяч рублей. Женщина решила поправить свое здоровье с помощью телефонного разговора с экстрасенсом. И поняла, что ее обманули только после того, как специальная программа оздоровления была начитана. Но в течение нескольких дней самочувствие не улучшилось. Чем еще запомнено с прошедшей недели сотрудника правопорядка, расскажем далее. Большинство украш, как правило, совершается вечером и ночью. И это неудивительно. Темнота и отсутствие большого количества свидетелей только играют на руку любителям поживиться чужим имуществом. Возвращаясь вечером домой, саровчанка чуть не лишилась продуктов питания, которые она купила по пути с работы. У дома 15 по улице Шверника не установлено лицо. Без применения насилия пыталась открыто похитить две сумки с продуктами, которые находились у нее в руках. Вырвать пакеты и скрыться грабителю не удалось. На крики о помощи откликнулись прохожие и помогли задержать злоумышленника. А приехавшие полицейские надели на него наручники. Лицо установлено. Это гражданин Г, ранее судимый. 23 года ему. Он уже написал явку с повинной. Если в этом случае история закончилась хорошо и саровчанка осталась при своем имуществе, то владельцу участка на улице Темирязеву повезло меньше. Мужчина строил дом, а на прошлой неделе злоумышленники украли у него со стройки стройматериалы и тепловую пушку. Преступников пока не нашли. В самом доме, он уже построенный, дверь в дом деревянная, которая очень легко открывается, грубо говоря, с ноги. То есть дверь выбили и похитили. Спокойно прошла неделя и у сотрудников госавтоинспекции. Яркое весеннее солнце поспособствовало проведению операции «Тонированное стекло». С 20 по 21 марта стражи дорог проверяли соответствует ли регламенту тонировка стекол саровских автомобилистов. К административной ответственности привлекли 21 водителя. Елена Грецкова, Владимир Есеников, Сергей Рябов, служба новостей, СОРОВ-24. Расследование, которое в прямом смысле слова, длится уже целый век. В этом году исполняется 100 лет со дня гибели императора Николая II. И из года в год смерть царской семьи обрастает все новыми слухами. Одни считают, что убийство носило ритуальный характер. Другие, что император на самом деле выжил. Своей версией тех трагичных событий поделился саровчанами историк и публицист Петр Мультатули. На нем пресеклась 300-летняя история правления дома Романовых. Одни называют его кровавым, другие говорят, что он был одним из лучших правителей России. Но с тем, что царствование Николая II ознаменовано мощным экономическим развитием России, сложно поспорить. Система участковых больниц, земской участковой больницы, земского и участкового врача, она была разработана в 1908-1910 годах. Развитие электричества, развитие электрификации России – это тоже 1911 год. Начало строительства крупнейших гидроэлектростанций. Петр Мультатули – российский публицист, историк и автор книг и статей о правлении императора Николая II. А еще он правнук Ивана Харитонова, человека, работавшего на государе, и которого большевики расстреляли вместе с царской семьей. Поэтому к изучению истории этой династии Петр относится с особым трепетом. И очень категоричен к версиям, что кто-то из Романовых мог выжить. Вот эти шизобриноидные высказывания о том, что кто-то выжил, Сталин был двоюродным братом. Я вам скажу так, сначала это все было серьезно. Это началось уже в 1919 году, даже в 1918 году, как только белые вошли в Екатеринбург. Был такой начальник уголовного розыска, там, Кирста Александр Федорович, который занимался непонятной работой, он все время находил где-то царскую семью. И с этим сбивал следствие, но вместо того, чтобы заниматься расследованием Ипатистского дома, оно должно было проверять его версии, что они в Перми, потом еще где-то. По мнению Петра, это было сделано сторонниками большевиков, чтобы показать, что на самом деле они не такие жестокие. Что касается царского золота, здесь историк тоже придерживается конкретной версии. В царе никаких денег не было. Никаких денег, он все свои деньги, там были какие-то копейки, буквально в смысле слова копейки, все свои деньги Николай II перевел на нужды армии, госпиталей. У него ничего нету там. В этом году православный мир отмечает 150 лет со дня рождения Николая II и 100 лет со дня гибели царской семьи. Торжества, приуроченные к этим датам, обязательно пройдут и в нашем городе, и в Дивееве. Мария Ирунч, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. Подведены итоги социально-экономического развития территории нашего региона. Согласно данным специалистов, все муниципалитетов Нижегородской области перешли в группу с более высоким уровнем развития. К ним относятся Кстовский, Богородский, Городецкий районы, а также Арзамас, Бор, Выкса, Держинск, Нижний Новгород и Саров. 34 территории имеют уровень развития средний и 5 районов ниже среднего. Другая важная информация в подборке коротких новостей. На улице Давиденко изменили схему движения. Как сообщили в Департаменте городского хозяйства, теперь на участке от Театрального проезда до улицы Строителя Захарова движение стало двусторонним. А на участке от проспекта Музрукова до Театрального проезда ехать можно только в одном направлении. Для организации повлияло на режим стоянки транспорта, поэтому гражданам рекомендуют обращать особое внимание на требования дорожных знаков. В Сарове начинается ямочный ремонт дорог. О наиболее проблемных участках, которые требуют обновления граждан, могут сообщать по телефону 9-93-39. Все пожелания включат в график временного ремонта. С наступлением тепла и началом работы асфальтного завода рабочие проведут полноценный ремонт дорожного покрытия, а все временные заплаты заменят на постоянные. Саровская лыжница призер Олимпийских игр Анастасия Седова одержала очередную победу. На чемпионате страны в Сыктывкаре она первой пришла к финишу в скатлоне, не опередив другую саровскую лыжницу Ольгу Хлопотину. В мужском старте бронзовую медаль завоевал еще один воспитанник нашей спортивной школы Артем Мальцев. В Центре культуры и досуга прошла торжественная церемония награждения участников фестиваля детского декоративно-прикладного творчества. В этом году в нем приняли участие более 250 детей. В работах нашли отражение такие темы, как «Доброе дело», «Кто, если не мы», «Я, ты, он, она, вместе, дружная страна». Организаторами фестиваля стали ребята из молодежной комиссии при правкоме ядерного центра. В этом году в фестивале детского прикладного творчества приняли участие более 250 детей в возрасте от 4 до 12 лет. На стендах можно было увидеть рисунки и поделки, которые ребята делали как самостоятельно, так и вместе с родителями и даже целыми группами. Фестиваль детского декоративно-прикладного творчества является у нас ежегодным мероприятием, которое мы с радостью проводим для детей каждый год. Главное, это, конечно же, детские улыбки, детское счастье. Фестиваль проводится уже в 13-й раз, и в этом году его решили назвать «Сделай мир добрее». А все потому, что его темой стало волонтерство и добровольчество. В своих творческих работах ребята показали, что совершать добрые дела совершенно несложно и под силу каждому. Эта девочка помогает своим друзьям. Собачка, киска, крот и мышка. Она их спасает от дождя. Золотая рыбка, она исполняет желание детей. Земля с ручками. И обозначает я, ты, он, она – это много людей. Доктор Айболита. Это доктор такой, который лечит животных. Для малышей церемония награждения стала настоящим праздником. Коллективы Центра культуры «Досуга» подготовили для ребят веселые, зажигательные песни и танцы. Также всем участникам конкурса вручили памятные подарки и воздушные шары. Мария Ирунич, Владимир Исеников, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. В нашем городе собрались более 50 музыкантов в возрасте от 9 лет. В детском музыкальной школе завершился пятый всероссийский конкурс юных пианистов имени Милия Балакирева. В этот раз в нем приняли участие воспитанники музыкальных школ и школ искусств из 15 городов страны. Москвы, Калуги, Мурома, Нижегородской области, Республики Карелии и других. Несколько лет назад музыка заняла важное место в жизни Даниила. И участие в конкурсе он воспринимает как очередную ступень на пути к профессионализму и виртуозному владению инструментом. Опыт – это всегда хорошо, это копьёчка, это опыт, но опыт никогда не бывает лишним. Участников всероссийского конкурса поприветствовали представители Городской думы и администрации, пожелали успехов на пути к вершине музыкального олимпа. Желаю, чтобы они стали такими профессионалами, за которыми было бы наблюдать одно удовольствие не только специалистам, людям, которые любят музыку, но и вообще любому человеку, который от музыки даже очень далёк. Всероссийский конкурс проводится уже более 15 лет, и этого времени достаточно для того, чтобы у него появились свои обычаи. Клятва жюри о беспристрастности, честности, неподкупности – это уже традиционный элемент открытия конкурса. Мало того, что мы клянёмся быть честными, мы за вас всей душой будем просто болеть и относиться к вам со всей нашей душевной симпатией и теплотой, потому что вы наше будущее. Участников конкурса и преподавателей ждал ещё один сюрприз. Члены жюри Евгений Брахман и Наталья Гринес исполнили суету Сергея Рахманинова для фортепьяна в четыре руки. Елена Грискова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Вокалисты и танцевальные команды, художники и поэты, музыканты и фокусники. Юные саровчане в возрасте от 5 до 18 лет получили уникальную возможность продемонстрировать свои способности всему городу. В Доме молодёжи прошёл фестиваль детского творчества «Марафон талантов». В четырёх номинациях приняли участие более 400 ребят. Для Алены Царьковой это не первое сольное выступление. Девочка занимается хореографией уже около пяти лет. На фестивале она исполнила «Танец Петрушки». Выучить движение Алене не составило никакого труда. Гораздо сложнее было справиться с волнением на сцене. Для меня это было волнительное выступление. Но, несмотря на волнение, выступил на все 100%. Цель фестиваля – раскрыть и показать талант детей. А также предоставить всем участникам возможность проявить свою индивидуальность. Ежегодно в нём принимают участие дети со всех учреждений города. «У этого фестиваля детского творчества нет ограничений. Каждый ребёнок может проявить себя в любой сфере искусства. Может спеть, станцевать, изобразить цирковой сюжет на сцене, акробатический номер, гимнастика. Всё это допустимо в рамках данного марафона». Всего на фестивале было представлено около 70 номеров в четырёх номинациях – хореография, вокал, оригинальный жанр и игра на музыкальных инструментах. На сцене выступило более 400 детей от 3 до 18 лет. Фестиваль подарил всем участникам яркие эмоции и бесценный опыт выступления на сцене. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Финалисты определены. В прошедшие выходные завершились полуфинальные игры первенства Нижегородской области по хоккею. За право продолжить борьбу за титул чемпиона Первой лиги боролось четыре команды. Хоккейный клуб «Саровинвест» скрестил клюшки с командой «Кварти» из города Бора. И в нелёгкой борьбе саровчанам всё-таки удалось одолеть соперника. Подробности далее. Последний полуфинальный матч с первых минут показал, что игроки обеих команд настроены на выход в финал. Борьба велась на высоких скоростях, но шая бы летела мимо ворот. Так что в первом периоде ни одна команда не смогла распечатать ворота соперников. На перерыв игроки ушли со счётом 0-0. Первый период получился с Комканом. Пытались найти свою игру, не получилось. Моменты были, не получилось реализовать. Только к середине второго периода с разницей буквально в одну минуту отправили шайбы ворота соперников игроки «Саровинвеста» Сергей Калинин и Михаил Румынин. После чего хоккейный клуб «Кварц» взял перерыв, чтобы скорректировать игру. В конце второго периода ещё один гол был реализован Константином Поляковым. «Кварц» смог ответить только одной шайбой. На второй период уже вышли, настроились, поговорили с командой друг с другом, чего нам не хватает. Сделали работу над ошибками, вышли на второй период, забили. В третьем периоде «Саровинвест» отстоял своё преимущество. Автором ещё одного гола стал Михаил Малафеев. Пропущенная саровским вратарём шайба уже ничего не могла изменить. Итог игры 4-2 «Саровинвест» вышел в финал. По сегодняшней игре могу сказать, что у команды «Сарова» ребята более мастеровитые. Они побыстрее наших ребят. Я знаю, что они много тренируются, много готовятся. За звание чемпиона области «Саровинвест» сразится с хоккейным клубом «Сеченова». Лидером первенства станет команда, одержавшая в финальной серии три победы. Первый матч пройдёт уже в эти выходные 1 апреля. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И это всё, о чём мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями Гордона на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте saru24.ru. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова